Привет! В этом уроке мы с тобой приступаем к построению корсетного пояса. Важно понимать, что нам необходимо научиться строить корсет на современную женщину или девушку. А в современном мире девушки не привыкли носить корсеты, и поэтому фигуры женщин не адаптированы под корсет, как это было в стародавние времена. Поэтому, когда ты увидишь построение корсета исторического, я понимаю, что даются конкретные минусовые прибавки и дается конкретное построение корсета. Но, опять-таки, изучая множество именно женских фигур современных, потому что на протяжении много лет я работала с женщинами, с посадками изделий на современные женские фигуры, то есть попросту с клиентами, с реальными клиентами, в действительности выявляется, что фигуры все разные. И сказать, что давайте мы одну выкройку посадим на любые фигуры, ну, это не может просто быть по сути. Поэтому мы с тобой будем адаптированную к современной женщине изучать построение, которое является моим авторским изобретением. Для того, чтобы построить корсет, адаптированный на конкретную фигуру, нам первое, что необходимо сделать, построить корсаж на эту фигуру и потом уже, отталкиваясь от данной фигуры, дать минусовую прибавку к обхвату талии и, возможно, скорректировать высоту груди и какие-то другие моменты. И таким образом из корсетного пояса перевести уже в корсет выкройку. Первое, что нам необходимо сделать, это выписать мерки. Мерки, необходимые для построения корсетного пояса. Далее, по нашей измеренной ширине грудной железы мы подбираем железный каркасик. Железный каркасик – это косточка, железная косточка, которая будет обрамлять нашу грудь. Ну, или грудь клиентки, то есть на ту фигуру, кому мы шьем корсетное изделие. Давай разберем, какие размерные признаки нам с тобой пригодятся для построения базовой сетки корсетного пояса. Корсажного пояса. Давай договоримся, если я буду говорить «выкройка корсета», ты будешь понимать, что вначале я строю выкройку корсажа. Потому что уже после того, как у нас она будет готова, мы будем ее переводить в корсет, в корсетную выкройку. Потому что только потом, когда готова корсажная выкройка, мы ее будем переводить в корсетную. Вообще, мы с тобой будем отталкиваться от обхвата талии. И вот здесь важный момент, где же мы будем измерять эту талию, в каком моменте. Я говорила ранее в своих прямых эфирах, и вообще это, наверное, ты могла слышать, я это транслирую. Что? Обхват талии в корсете мы делаем на уровне ниже, чем наша талия естественная. Почему? Потому что если мы с тобой просто поставим таким образом руки на талию, мы можем упереться в бедра, в ребра, которые здесь есть. А у нас мягкий участок тела, он чуть ниже. И вот как раз ровно в этом месте мы можем с тобой, даже если совсем будет девушка очень стройная, и вот нету нисколько мягкости тела, то в этом месте даже у нее есть куда ужать. Вот ты видишь, какую я талию сейчас себе сделала? Причем это абсолютно безболезненное. То есть необходимо измерять обхват талии ровно в этом месте. Когда ты производишь обмер размерных признаков, что бы я тебе рекомендовала сделать? Поставь либо косую беечку, завяжи, либо резинку на талии, но эта талия именно вот в том месте, которое я сказала, она чуть ниже реальной линии, там, где можно, вот где нету этих косточек. Далее. Косая бейка или резинка должна быть на уровне обхвата груди четвертой, параллельно полу, то есть по всему телу, ну то есть по диаметру. И на уровне обхват бедер, но на высоте ровно твоего корсета. Каким образом и чем обусловлена эта высота? Мы с тобой должны понимать, что мы в корсете захотим сесть. И это говорит о том, что косточка не должна быть ниже, чем вот когда мы поднимем ногу, потому что иначе мы с тобой просто не сядем. Поэтому вот в этом месте, то есть по сути нам необходимо найти место вот этой косточки. Проанализировав большое количество фигур, я обнаружила, что расстояние от... Я называю эту мерку длина корсета. Она длина корсета со звездочкой. То есть расстояние от обхвата талии до обхвата бедер. То есть не наш обычный обхват бедер, а именно расстояние до низа корсета. Как правило, это расстояние равно 13 сантиметрам. Это волшебное число вообще при построении корсета. Возможно, у кого-то она будет 12, может быть у кого-то 14, но не 17. Ну, пониже, меньше тоже может быть, в зависимости от особенностей дизайна. Но не радикально больше. Ну, если ты сомневаешься, то просто бери 13. Длина корсета от талии 13. И ровно на расстоянии 30 метров измеряй обхват бедер. Далее, вторая, практически постоянная величина, это расстояние от основания, от точки основания грудной железы до талии. Практически в 90% случаях это число 13. Тут тоже опять. То есть, расстояние именно от точки основания грудной железы до талии в том моменте, который нам нужна. То есть, не просто до талии, а ровно, где у нас возможно это сужение произвести. Необходимо производить измерения в белье, которое качественно поддерживает грудь. Если у клиентки не такая хорошая форма груди и высота груди тебе кажется заниженной, ты просто попроси, чтобы она немножечко приподняла бретельки. И таким образом изменится форма чашки, потому что уже центр груди будет более усовершенствованный. Вообще, во время измерения мы можем практически уже наперед производить моделирование. Это как, например, когда мы берем радиус передний. И здесь важный момент. Я бы рекомендовала его не брать больше 10 сантиметров, даже если вот хочется 11 или 11 с половиной. Почему? Просто если посмотреть на цифры, у нас получится следующая картина. В корсетном поясе мы с тобой оставим сантиметр в половину выкройки, а это обозначает, что 2 сантиметра у нас будет в корсетном поясе. 2 сантиметра плюс твои, например, 10 и плюс 10. Получается 10 плюс 10, 20 плюс 2, 22 сантиметра. Это расстояние между центром груди 22 сантиметра. То есть ты понимаешь, что если ты возьмешь больше, чем 10, то у тебя получится еще больше. Что смотрится просто неэстетично в готовых изделиях. То есть я нарочито убавляю радиус передний для того, чтобы грудь смотрелась более собранно. То есть когда мы снимаем радиус передний, вот этот вот размерный признак, необходимо проанализировать, в какую сторону она смотрит грудь. То есть необходимо, чтобы она смотрела вот ровно вперед и даже немножечко ее подсобрать. Но ни в коем случае, чтобы она не смотрела в разные стороны. Иначе может получиться такая ситуация, когда будет отдельно корсет и отдельно грудь, которая будет смотреть совершенно в разные стороны, и это будет неэстетично. То есть вот обрати на это внимание. Еще важный момент при подборе железной косточки. Тут необходимо понимать, что железная косточка хоть и является железной, однако она обладает упругостью и растяжимостью. Если мы с тобой вот здесь зажмем эту косточку и потянем ее за краешек, то ты обнаружишь, что она немного растягивается. Я говорю к тому, что если ты определила ее ровно по размеру, и грудь большая, и она еще растянется, это может все способствовать тому, что опять-таки у нас с тобой грудь получится практически до подмышек, то есть до бокового шва. Вот здесь надо проанализировать ситуацию. Если реально грудь большая и она есть, это, конечно, великолепно, но задача корсета с чашками красиво преподнести эту грудь, а для этого она должна быть собрана. Я вот просто лично для себя, когда строю аналогичную выкройку, я намеренно беру на полсантиметра меньше ширину грудной железы или даже на сантиметр, потому что я знаю, что корсет, мы же будем натягивать его, и он немножечко подрастянется. Ну, многие на самом деле при выборе бюстгальтеров поступают аналогичным образом, чтобы грудь смотрелась более собранно, покупают меньшую чашку. Вот, наверное, девушкам, которые с большим размером груди, это знакомо. Поэтому, когда ты будешь шить на женщин, на девушек с большой и роскошной грудью, имей в виду этот момент.